Послание Галата И вот эта суть, она важна не только для того, чтобы мы могли о ней знать, но чтобы она была ясна, выражаема в нашей жизни, чтобы мы жили Евангелием Иисуса Христа. И это стало причиной, почему апостол Павел и другие апостолы писали послание. Они объясняли практические аспекты жизни Евангелием Иисуса Христа. И здесь же, конечно, они говорили и о сути Евангелия. Так вот, перед тем, как это делать, апостол в самом начале послания объяснил, что однажды Иисус Христос сам непосредственно встретился с ним, с Павлом, и открыл ему себя, и открыл ему суть благой вести, суть спасающего Евангелия. Апостол подчеркивает, что это произошло независимо от других людей. Он точно знает, что это была встреча с Господом. Он точно знает, что это не просто было какое-то видение, не имеющее отношения к действительности. Он имеет целый ряд свидетельств, доказательств того, что это была его личная встреча с самим Сыном Божьим, вторая личность Божества. И Иисус Христос, который жил на земле, который умер на кресте за грехи наши, который был погребен, который воскрес и который вознесся на небеса, именно этот Иисус Христос, Он явился Павлу, и Он открыл ему сущность спасительного Евангелия. В прошлой проповеди мы остановились на отрывке, который именно вот этот аспект подчеркивает. Но вместе с тем, будучи совершенно независимым от кого-либо из людей в своей проповеди Евангелия, в своем апостольстве, Павел отдельно, особенно подчеркивает, что когда он проповедует Евангелие, то выясняется, что это совершенно то же самое Евангелие, которое проповедуемо другими людьми, которое проповедовано другими апостолами, теми, которые непосредственно жили со Христом три с половиной года, которые ходили с Ним, видели Его, которые впитали от Него Его жизнь. Это произошло в очень интересных обстоятельствах, когда апостол Павел вместе со своим помощником Барнавой посещали Иерусалим. И вот там они встретились с апостолами, и там он изложил Евангелие, которое он проповедует подробно. И вот в этой ситуации возникают две таких очень интересных грани, которые помогают нам увидеть две интересные особенности Евангелия. Самое первое – это то, что Евангелие является источником гармонии в теле Христовом. И второе – мы коснемся немножко позже этого аспекта. И Евангелие вместе с тем является источником многообразия в нем. Давайте посмотрим на эти две истины последовательно. Итак, давайте посмотрим на Евангелие как источник гармонии в теле Христовом. Прочитаем первые два стиха второй главы послания Галатам. «Потом через четырнадцать лет опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуя мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался». Книга «Деяния апостолов» говорит о нескольких посещениях апостолом Павлом и Иерусалима. Большинство исследователей сходится к тому, что речь здесь идет о так называемом Первом апостольском соборе, который описан в пятнадцатой главе «Деяния апостолов». Это произошло, если вы помните, через несколько лет после того, когда апостол Павел пришел в Антиохию и начал свое служение там. Я немножко напомню историю апостола Павла, историю его жизни. Помните, он гнал церковь очень жестоко, и потом однажды, когда он идет в Дамаск, для того, чтобы там в Дамаске совершать свою деятельность, ища верующих людей, влачая их, арестовывая и убивая их. Когда он идет в Дамаск, он встречается со Христом, девятая глава «Деяния апостолов» об этом говорит, и вот там Иисус Христос радикально изменяет его жизнь, после чего он приходит в Дамаск. Там в это время он ослеп, во время молитвы божьего пророка Анания ему возвращается зрение, и Господь говорит ему о том, что он посылает его проповедовать Евангелие язычникам. После этого он уходит на три года в Аравию. В Аравии, скорее всего, это было время его личной школы с Иисусом Христом, после чего возвращается в Дамаск и идет назад, далеко возвращается туда, в свой регион, где он жил, в Тарс, после чего его находит в Арнава и приглашает для того, чтобы служить в Антиохии. И вот та ситуация, которая описана здесь, это уже примерно через 14 лет после его обращения. Вот почему он пишет. «Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой и Тита, ходил же по откровению и предложил там, и особо знаменитейшим благовествование, проповедуя мною язычникам». Книга «Деяния апостолов» в 15 главе описывает эту ситуацию. Я хочу немножко прочитать, вернуться туда, для того, чтобы мы поняли, о чем же там шла речь. С 1 стиха 15 глава говорится следующее. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев. Если не обрежетесь по обряду Моисеева, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по этому делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим». Речь идет об известной проблеме. Вы знаете, что Первая Церковь полностью состояла из евреев. Или же были люди, которые были не этническими евреями, но приняли иудаизм и по факту жили как евреи. Вот помните, все три тысячи людей, первые обращенные ко Христу в Иерусалиме, о всех их сказано, что они были набожные иудеи. То есть это были люди, которые жили, выросли в иудейском законе. Для них закон был их воздухом, их идентичностью. Исполнение иудейских обрядов для них было непросто, как в России когда-то для православных, когда они перекрестятся где-то. Или же, как для некоторых живущих здесь, в Америке, слышали, есть такие CEO верующие. CEO переводится как Christmas and Easter only. То есть те, которые ходят на Рождество и на Пасху только. Нет, речь идет о другом. Иудаизм пропитывал собой всю жизнь. Это очень сильная традиция. Даже люди, которые не совсем глубоко осознают, они очень сильно живут в традиции. И одним из главных элементов этой традиции было их радикальное отделение от язычников. Знаком этого отделения было обрезание. Обрезание свидетельствовало о том, что этот человек принадлежит избранному народу, совершенно другому народу. Одной из форм вот этого отделения иудеев от язычников было то, что евреи не могли есть вместе с язычниками. Вопрос приема пищи в той культуре занимал колоссальное место. Это не просто так, как у нас сегодня люди сидят в ресторане, одни и другие, и ты совершенно не знаешь, кто эти люди. Там люди, когда ели вместе, это означало взаимное принятие друг друга. Так вот, евреи никогда, ни при каких обстоятельствах не могли есть с язычниками или самарянами. Это реальность, в которой они были. Но вот здесь происходят изменения. Дело в том, что в христианстве центральным элементом является принятие пищи. Вы знаете, что главной точкой христианского богослужения является вечеря Господня. Где преломляют хлеб и где разделяют чашу. И вот здесь возникает проблема в том, что люди, обращенные из язычников, люди, обращенные из иудеев, одни, те, кто из язычников, они до того, как обратились, они поклонялись идолами, были идолопоклонниками. Те, кто обратился из иудеев, они ревностно исполняли закон. И одни и другие пережили спасение во Иисусе Христе. И одни и другие осознали то, что они христиане, они принадлежат Христу. Но вот первые или вторые, взять если иудеи, вот иудеи, они просто не могут сесть рядом с язычником. Они никогда этого не делали. Помните, как сложно это было апостолу Петру, чтобы Христос, чтобы Дух Святой убедил его пойти в дом Корнилии и проповедовать там Евангелие? Для этого потребовалось специальное видение. Потом специальное видение в доме Корнилии. Потом это все совпадает в одной точке. Бог ему непосредственно говорит, чтобы Бог очистил. Того не почитай нечистым. То есть для того, чтобы для еврея перешагнуть вот эту привычку, это было сверхсложно. Ну смотрите, апостол Петр имел это видение, а все остальные иудеи-то не имели. Они слышали только, что да, где-то есть обращенные из язычников. Даже апостол Петр рассказывал, что он ходил и ел там вместе. Почитайте 11 главу, 10 главу Деяния апостола. И там отдельно подчеркнуто, что в иудеи услышали, что Петр ходил к язычникам, и подчеркивается, и ел вместе с ними. Потому что есть вместе – это была катастрофа. Невозможная, недопустимая вещь. Вот по этой причине возникает проблема, которую нужно было как-то решать. Церковь в Антиохе была первой церковью, которая объединяла в себе христиан из язычников и из евреев. Причина, почему эта церковь появилась. Вот вы помните, сначала была церковь еврейская, только евреи были в Иерусалиме. Потом Бог посылает Петра, и Петр проповедует у Корнилия в Кесарии. И там возникает своя домашняя церковь. Но эта церковь вся полностью из язычников. То есть все эти люди, которые в доме Корнилия, они не евреи. Проходит еще несколько лет, возникают гонения в Иерусалиме. В результате этих гонений верующие, которые были в Иерусалимской церкви, их были уже тысячи, как минимум пять тысяч было. Может быть, три и пять, может быть, восемь даже. Верующие из Иерусалима начинают бежать. То есть они уходят из этого города и поселяются в других местах. И когда они идут в другие места, они проповедуют о Христе там. Они бегут. Это религиозное преследование. Это политическая ситуация. Они бегут, и они там проповедуют Христа. И вот написано, что те, кто пришел в Антиохию, они проповедовали там не только евреям. Но проповедовали и язычникам. Это была новая, совершенно неизвестная глава в истории церкви. Люди обращались. И вот эта Антиохия была первым местом, где собрались верующие и из иудеев, и из язычников. Для нас это сегодня совершенно неизвестное явление, потому что мы уже давно живем в среде, где мы не знаем, что такое иудаизм, или слышали только, что он существует, но существуем совершенно в другой реальности. Эти люди в Антиохийской церкви, апостолы послали этого в Арнаву. В Арнаву был очень добрым человеком. О нем написано, что он был человеком, его даже назвали так, в Арнаву, потому что в Арнаву переводится «сын утешения». Вот есть люди, которые более строгие, а есть люди, которые добрые. Вот ты просто подходишь к нему, очень добрые. Я знал таких людей, несколько таких людей. Один из них был Василий Данилович Бондаренко. Не знаю, или он ко мне только был такой добрый. Ну, вот просто был добрый человек. Вот хочется с ним быть, хочется с ним иметь общение. И вот в Арнаву был таким. И он пришел, и он смог там сладить. Вот эти евреи, язычники, они поладили, они вместе были, и все было хорошо. Все хорошо было до тех пор, пока пришла группа иудеев, это верующие тоже были, но они жили в абсолютно изолированной иудейской церкви в Иерусалиме. Они приходят в Антиохию, и они за голову схватили, что у вас здесь происходит? Как это можно? Евреи едят вместе с язычниками. И они стали настаивать, чтобы обращенные из язычников сначала приняли иудаизм, а потом только они могут стать христианами. Кстати, это была очень известная практика. Опять-таки, если вы читаете Деяние апостола 2 главу, где описано возникновение Первой Церкви, и там часто говорится о иудеях и елинах, или празелитах еще их называют. То есть, в Ветхом Завете Бог предусмотрел, что еврейский народ, он станет народом священников. То есть, еврейский народ должен был распространить благую весть о спасении. Она тогда была. Благую весть о Мессии, которого Бог обещал, должен был распространить среди народов. И вот эти народы все, люди, они могли прийти в Иерусалим, и они могли принять закон, и они могли пройти церемонии, и они могли стать таким образом поклонниками Бога и Еговы, всемогущего Творца Неба и Земли. И они могли стать соучастниками авраамовых обетований, или Божьих обетований, которые он дал еще Аврааму, Исааку, Иаку, Иакову, Давиду. То есть, они становились частью. Как они становились? Через обрезание. Обрезание – это был символ принятия закона. То есть, они должны были стать сначала иудеями, или как бы они иудеями по крови не могут быть, но они могли принять иудаизм. И вот тогда, когда они примут иудаизм, вот тогда все эти обетования к ним применимы. Очень понятная логика. Поэтому иудеи, которые, представьте себе, все первые верующие, первая церковь, все были иудеями. Они все прошли через этот путь. И теперь они приходят в Антиоху, и они говорят, подожди, подожди, подожди. Нет, нет. А обрезание приняли эти люди? Или они так же и остаются быть вот этими языческими идолопоклонниками? Да нет, они уже не идолопоклонники, но и не приняли обрезание, но и не приняли Моисеев закон. И здесь возникают проблемы. По этой причине апостол Павел и Варнава собираются и идут в Иерусалим. Идут в Иерусалим, и там в Иерусалиме собирается первый апостольский собор, так называемый. Апостолы, присвитеры, собираются для того, чтобы там говорить о рассмотрении этого дела. И вот там и происходят события, описанные в первой главе, вернее, во второй главе послания Галатам. Посмотрите, третий стих. «Но они, имею в виду апостолы, и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться». То есть первое, что он говорит, когда я пришел, со мной был не только Варнава, который был евреем, но со мной был Тит, который был язычником, и он не принял иудаизм. И когда мы имели общение с апостолами, апостолы не заставили Тита принять иудаизм, не заставили Тита принять обрезание. «Обкрашившимся лже-братьям, скрытно приходившим посмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовества не сохранилась у вас». Он упоминает, что во время их посещения Иерусалима с ними пришли, скорее всего, и вот те иудаисты, которые из Иерусалима пришли в Антиохию, которые подняли весь этот вопрос, и теперь они идут за ними, и они наблюдают, а что же скажут главные апостолы или апостолы, которые были от начала. И вот далее он говорит о самом главном, шестой стих. «Взаменитых в чем-либо, взаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного, Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных, содействовал и мне у язычников, и узнав о благодати данной мне, и Аков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что я и старался исполнять в точности». Когда апостолы внимательно посмотрели на то, что Господь делает среди язычников в Антиохии, три ключевых апостола, помните, Петр, Иоанн и Иоанн, постоянно встречаются вместе, перечисляются вместе, когда речь идет о жизни Иисуса Христа с учениками. Так вот, здесь эти же три апостола, Иаков, Петр, Иоанн, почему Иаков упоминается первым, потому что Иаков был пресвитером Иерусалимской церкви, Петр был главным среди апостолов, Иаков, Петр, Иоанн, вот эти три служители, Иаков, Кифа, Кифа – это Петр, Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения. В книге «Деяния апостолов» приводится более подробное описание основных аргументов, позволивших апостолам прийти к такому выводу. Я хотел бы вместе с вами на них кратко, очень кратко посмотреть, для того, чтобы мы могли увидеть, каким образом все спасенные Иисусом Христом люди имеют гармонию между собой, независимо от того, насколько разными они не являются друг по отношению к другу. 15 глава «Деяния апостолов» 7 стих сказано следующее. «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, мужи, братья, вы знаете, что Бог от первых дней избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали». Дальше он говорит о трех причинах. Три аспекта, которые являются центром единения христиан в Иисусе Христе. Самое первое – это единение в Духе. Это первое, о чем он говорит в 8 стихе. Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. Вот для апостола Петра это было самое важное. Вы помните, когда он пришел еще к Корнилии и он увидел, что Господь дал Духа Святого этим людям, он потом возвращается назад в Иерусалим и говорит апостолам, «Ну как же мы не можем их принять, когда тот же самый Дух, который не сшел на нас в день Пятидесятницы, этот же самый Дух не сшел на этих людей, они не обрезаны, они не приняли иудаизм, они язычники, они не от корня Авраамова, они совершенно другие люди». И это для него было таким очень важным свидетельством и знаком. Причина этого заключается в том, что спасение человеческой души невозможно без действия Святого Духа. И здесь сказано «единство в Духе», даровав им Духа Святого, как и нам. Кстати, фраза «один Дух» или «единый Дух» чаще всего нами, верующими людьми, используется неправильно. И вот почему. Мы чаще всего, когда мы говорим, ну вот у нас с этими людьми один Дух, чаще всего мы подчеркиваем, что у нас с ними вкусы одинаковые, преференции одни. Вот им нравится это, и нам нравится это, им интересно это, и нам интересно это. И у нас как бы все слаженно, гармонично, и у нас, и вот люди в этом случае говорят, «ну вот один Дух у нас». Здесь о другом речь идет. Здесь речь идет о людях, у которых преференции разные были, и привычки разные, и настолько глубокие разные привычки были, что им понадобилось ехать в Иерусалим или идти в Иерусалим, чтобы решить ее проблемы. Но у них было что-то общее, глобальное общее. Это общее, этим общим был Дух один, Дух Святой. Божий, сверхъестественный Дух, который произвел свою сверхъестественную работу в иудеях и в язычниках. Это то, что апостол Петр говорит. Посмотрите, сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. Для апостола это аргумент. Вот как он объясняет, апостол Павел объясняет это в послании Коринфянам. Мы сегодня читали в начале нашего собрания. Это 1 Коринфянам 12, мы читаем с 3 стиха. «Потому, сказывая вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемии на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». То есть апостол говорит, что для того, чтобы душа стала христианкой, чтобы человек принял Иисуса как Господа и Спасителя, это возможно только в результате действия Святого Духа в сердце человека. И он объясняет это очень конкретно. Он говорит, дары различны, но Дух один и тот же. Невозможно признать по-настоящему свою греховность и принятие Иисуса Христа Господом без Святого Духа. Всякий, кто рожден свыше, пережил это сверхъестественное действие Святого Духа в самом себе. Это один и тот же Дух, который, спасая душу, соединяет ее с Иисусом Христом и погружает ее в единое тело во Вселенскую Церковь Иисуса Христа. Именно об этом апостол говорит немножко ниже. 13 стих 12 главы 1 Коринфянам. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним Духом». Заметьте, мы все разные. У каждого из нас свои особенности личности. У каждого из нас свое прошлое, свое воспитание. Каждого из нас Господь нашел в своей уникальной точке нашей жизни, нашей греховности. Каждого из нас Господь ведет своим путем. Есть у кого-то этот путь быстрее, у кого-то медленнее, у кого-то какие-то одни сферы жизни быстрее преображаются, у кого-то другие, а у кого-то медленно вообще идет этот процесс. Но независимо от вот этого, этих отличий, здесь написано, что мы все напоены одним Духом, мы все рождены от Духа, мы все крестились или погрузились Духом Святым в одно тело. Это один и тот же Святой Дух, который производит в нас духовный плод. Это первый фактор, который говорит о нашей гармонии в Иисусе Христе. Второй фактор единение веры. Опять-таки, мы возвращаемся туда, в этот разговор, который был в 15 главе на Первом Соборе Апостольском. И кроме вот этой фразы, которую я только что прочитал в 8 стихе, мы читаем следующую в 9 стихе. Он говорит, «И не положил никакого различия между нами и ими, верою очистил сердца их». Это еще одна причина, которая говорит на нашем единении. Он еще раз подчеркивает, не положил никакого различия. По-человечески они смотрят и различий моря. Настолько много различий, что невозможно даже за один стол сесть. Невозможно иметь общность, невозможно иметь общение. Вот таких различий очень много. Но он говорит здесь о том, что есть один инструмент, который преодолевает эти различия. не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Вы знаете, одно из ключевых значений обрезания и других церемоний иудейских, они заключались в необходимости очищения. Язычники считались нечистыми. Для того, чтобы человек приблизился к народу Божьему, к сообществу святых, для этого ему нужно было очиститься. Так вот, апостол говорит о том, что мы получили и они, и мы получили очищение не через обрезание и не через закон. Мы получили очищение благодаря тому, что мы верою соединились с тем, кто дал нам свою праведность, с тем, кто оправдал нас, с тем, кто очистил нас. Одни люди до того были идолопоклонниками, другие люди до того были рьяными, ревнителями закона. И вот и одни, и другие пришли к одному источнику чистоты. И вот эта вот дуга, этот мостик, по которому они пришли, была один и тот же вера. Вера, которая привела и их, и нас, привела к одному источнику, откуда мы получили чистоту, получили оправдание. Первая Петра, первая глава, апостол Петр говорит, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, дальше сказано, уверовавших через Него в Бога. В этом-то и заключалось благословение, что вера, соединив нас с Иисусом Христом, открывает путь к Богу. В другом месте апостол Павел в послании к римлянам в третьей главе описывает это очень ясно, суть Евангелия, суть спасения и упования на Иисуса Христа как на единственный источник оправдания, очищения от грехов. В этом и заключается Евангелие. Он говорит, что спасение в том, что совершил ради нас Иисус Христос, Сын Божий, Который стал полноценным человеком, Который взял на себя наши грехи, Который умер и воскрес для того, чтобы дать нам свою праведность. Римлянам 3.21 Но ныне независимо от закона явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророков. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Вот почему Евангелие важно, дорогие мои. Чем глубже мы понимаем Евангелие, тем яснее мы будем видеть, насколько сильнее, величественнее, могущественнее спасающая сила Голгофского креста, чем все человеческие различия. В этом смысл. В этом смысл объединяющей силой Евангелия. Вот почему апостол ссылается на веру, как на инструмент единения спасенных. Давайте еще раз 9-й сих посмотрим. И не положил никакого различия между нами и ими. Вы помните, это изус Петра звучат эти слова. Петра, который еще после этого в Антиохию пришел, и помните, ему еще трудно было есть язычниками. Но он ясно понимает, что Господь открыл. Он ясно понимает и говорит, не положил никакого различия между нами ими верою, очистив сердца их. Точно так же, как и наши. Третий элемент нашего единения в Евангелии Иисуса Христа это единение в благодати. Во-первых, единение в духе один дух. Во-вторых, единение в вере. Вера соединяет нас с одним источником праведности. И третье, единение в благодати это еще один очень интересный аспект, очень важный, касающийся каждого из нас. Дело в том, что благодать Иисуса Христа она не просто важный элемент спасения, а это уникальнейший элемент, который подчеркивает, что единственной причиной, почему мы обретаем спасение или оправдание через веру, является Божье доброе расположение, но ни в коем случае не наши заслуги. Посмотрите еще раз 11 стих 15 главы Деяние Апостолова, но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Если вера указывает на Христа как на единый источник спасения, то благодать говорит о единой причине спасения, о единственной причине спасения. Есть только единственная одна причина спасения. О ней много говорится, практически везде, где говорится о Евангелии, везде говорится о благодати. И смысл этого заключается в том, что единственной причиной нашего спасения явилось широкое любящее сердце Бога. Эта причина ни в коем случае не заключается в нас. В нас нет ничего, что заставило бы Бога нас спасти. И когда мы говорим об этом, то в данном случае нет никакого различия, были люди идолопоклонники или были люди, которые тщательно исполняли закон. Вот если их поставить рядом, то они могли казаться как тому фарисею, и не таков, как прочие люди, грабители, обидчики. Но ни одному, ни другому не хватало своих ресурсов для того, чтобы быть спасенным. Я когда-то, много лет тому назад, пытался сравнить это через такую иллюстрацию. Представьте себе соревнование по перепрыгиванию Тихого океана. Ну, само по себе звучит очень глупо. Но представьте себе, допустим, если бы кто-то в действительности попытался это сделать. Собрались, куча народа собрались на берегу там, в Сисайде, чтобы в Японию прыгнуть. И там разные люди. Там есть атлеты, которые очень накачаны, очень хорошо бегают, хорошо прыгают. И там есть старички, которые ногу оторвать от земли не могут. Так вот, с точки зрения перепрыгивания Тихого океана, что одни, что другие находятся абсолютно в равных условиях. Даже, может быть, те, которые ногу не оторвут, лучше закончат, потому что они не плюхнутся в воду, потому что они даже и не попробуют. А те самые сильные атлеты, ну, разгонятся, ну, прыгнут они на несколько метров. Но это все, что они смогут сделать, потом выкарабкаться оттуда, если плавать умеют. Вот это мы можем применить к пониманию нашего спасения. Мы не можем допрыгнуть до Бога, не можем никак. Это же самые лучшие из нас, самые благородные из нас. Они не имеют никаких внутренних ресурсов, сопоставимых с тем, что требует Бог. Поэтому перебраться с одного берега океана на другой берег, возможно, только одним способом. Если Господь пошлет свой вертолет или самолет, и Он посадит нас туда, и Он своими турбинами, своей энергией, своей силой перенесет нас туда. Об этом говорит апостол. Когда он говорит, но благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, ну, посмотрите, он добавляет последнюю очень важную фразу. Как и они. То есть, он говорит, мы спасемся благодатью Господа Иисуса Христа. И, кстати, они тоже. Вот мы правильные, Он, еврей от евреев, по учению фарисеев, по правде законной непорочной. А они точно так же спасутся только благодатью Иисуса Христа. Не потому, что мы или они были какими-то супер верующими. 1 Кримфинам 1 глава апостол пишет и говорит о том, что нам нечем хвалиться, кроме как Иисусом Христом. 29 стих он говорит. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом, от Него и вы, во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Как иудеи, так и елены могут хвалиться только Господом. В этом и заключается объединяющая сила Евангелия. В Ефесянам 4.4 мы читаем «Одно тело и один дух», как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог, Отец всех, Который над всеми, через всех и во всех нас. Вот почему апостолы, понимая это, подают Варнаве и Павлу руку общения. Посмотрите, 9 стих 2 главы Деяния, послание Галатам. «И узнав о благодати данной мне, и Аков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения». Это практическое выражение, объединяющее силы Евангелия, умение увидеть ее и умение покориться ей, важная составляющая. Но здесь мы приходим к еще одной очень важной истине, которая открывается в этом тексте. Она говорит о том, что Евангелие, будучи источником единства или гармонии, оно в то же самое время не исключает многообразие. Оно же является источником многообразия в теле Христовом. Посещение Иерусалима позволило как апостолу Петру, так и другим апостолам понять, что в едином теле Христовом разные члены обладают разными дарованиями. У них есть разные призвания. Господь их сделал по-разному. И Господь достигает через них разные цели. Для своего царства, для своего дела, через разных людей разные цели. Вот как это было в истории с посещением Иерусалима. Давайте еще раз посмотрим шестой, седьмой и восьмой стихи. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив, увидев, что мне вверено благовестие для обрезанных, как Петру, вернее, для необрезанных, как Петру для обрезанных. Ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне, уязычникам. Вот на этой эпохальной встрече всем ее участникам стало ясно. Бог призвал Петра распространять Евангелие среди евреев, тогда как тот же Бог призвал Павла к благовестию среди язычников. Это делало их разными. И тем не менее, именно их различия при внутреннем единении в Евангелии и были необходимыми для того, чтобы достигать Евангелием или благовестию более широкий спектр людей, которые жили в то время. В этом Божья стратегия. Вот почему Он делает людей разными. Позже, обращаясь к церкви в Коринфе, апостол Павел пишет, и мы читали уже сегодня эти слова, я еще раз их прочитаю. 1 Коринфе 12, 4. Дары различны, но Дух один и тот же. И служение различное, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. В этом удивительная сила и красота Евангелия. Соединяет души в единое целое в Христовом теле посредством Святого Духа. Оно подобно единому ДНК или единой кровеносной системе, объединяет в Собой, в единое целое самых разных людей. И таким образом делает общий эффект тела Христова богатым, красивым, могущественным, очень мощным и действенным. Посмотрите на церковь Иисуса Христа в истории. А там волосы разные. Если вы читали книги о истории Первой Церкви, вы, возможно, помните, как во времена гонений на протяжении 300 лет церковь существовала в старых пещерах, в старых заброшенных кладбищах, которые называли катакомбами. Это была не такая церковь, как у нас сейчас. У них не было оркестров, хоров. У них не было освящения даже, со свечками, со светильниками ходили. И они находились постоянно под угрозой. Их богослужения отличались от наших богослужений. И потом, когда мы посмотрим на то, как изменялась церковь, изменялось положение в обществе, изменялись люди, изменялись условия, появилась возможность строить храмы большие. И появилась возможность к торжественным богослужениям. И на протяжении всей истории мы видим, даже вот сегодня, если посмотреть в наше время, возьмите страны, такие как Ирак, или Афганистан, или Северная Корея. Там тоже есть верующие. И удивительно, что вот эти верующие, они в Северной Корее, все, что они могут сделать, они могут только переглазами встретиться с другим человеком, который верующий. И это уже ободрение друг друга. Они не могут сказать даже ничего в тех условиях. И это церковь. И это церковь, которая живет, и это церковь даже, о которой мы слышим, что она распространяется еще даже сильнее и быстрее, чем церкви в сытых, благополучных, успешных странах. И вот это разнообразие допущено Богом. Но давайте посмотрим даже, не только мы сейчас говорим о церкви вообще, большой церкви в истории, давайте посмотрим на самих себя, и мы можем увидеть, что вот здесь мы совершенно разные. Совершенно разные. Бог собрал здесь людей, и у каждого из нас есть свой путь. У каждого из нас свой ДНК. У каждого из нас своя семья, в которой мы выросли. У каждого из нас свои грехи, с которыми мы боремся. И свои какие-то дарования, которые от Господа мы получили. И каждый из нас, он имеет единение в Духе Святом. Почему? Потому что принял Евангелие Иисуса Христа. И каждый из нас нужен. И каждый из нас является дополнением вот этой красивой, богатой картины, которая называется Церковь Иисуса Христа. И вот научиться видеть это, практически жить этим, это процесс. Для Петра нужен был этот процесс. Для Павла и Варнавы нужен был этот процесс. Посмотрите, как написано еще раз, 9 стих. «И узнав о благодати, данной мне, и Аков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения». Вот смотрите, что-то произошло. Я не думаю, что они до этого не давали руки друг другу. Но здесь произошло большая степень, которая отмечена, подали руку общения. Но интересная вещь. Посмотрите, что сказано дальше. Подали руку общения, чтобы мне пойти в одну сторону, а им в другую. Очень интересно. Чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Вот это понимание differences, понимание разницы, различия, которые Божьи, Богом спроектированы, сконструированы для того, чтобы дело Божие могло развиваться. Апостолы не остаются вместе. Да, им и трудно было бы быть вместе. Они смогли бы, если бы условия так сложились, они смогли бы быть вместе. Но для них было более естественно служить в той сфере, для которой их сделал Господь. Они подают руку общения, и они движутся туда, куда они не знают, где они не знают, что будет происходить. Вот смотрите, апостол Петр продолжает служить для евреев, и он не знает, что через 15 лет церкви в Иерусалиме не будет. Через 15 лет Иерусалима не будет. Придут римляне и сотрут храм с лица земли, и разрушат город, и верующие еще лет за 10 до того начнут убегать с этого города. По причине того, что гонения станут, там будет откровение, Господь через откровение вывел церковь, история говорит об этом. То есть апостол Петр и Иаков, и Иоанн, они остаются служить здесь, в еврейской церкви, но они не знают, что через какое-то время, и они сами уйдут оттуда. И помните, мы находим Петра, который находится совершенно в другом месте, и он заканчивает свою жизнь в Риме. История говорит об этом. И апостол Иоанн, помните, он попадает на остров Патмос даже, живет очень долго и заканчивает свою жизнь в Ефесе. Но вот на тот момент, в той точке, они видят, и они не знают, в то время они совершенно не знают, что то, куда Бог посылает Павла, оказывается, очертит будущее церкви, всей церкви. Дело в том, что с того момента церковь в большей степени стала развиваться на языческих территориях, чем среди евреев. И церковь сегодня известна, как церковь среди язычников не та церковь оригинальная, которая была в Иерусалиме. В этом удивительная особенность Божьего проведения. В самом конце этой истории апостол Павел упоминает о еще одном очень небольшом, но очень важном обстоятельстве. Посмотрите 10 стих. Давайте еще раз прочитаем. С 9. Ребята, почитаемые столпами подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что я и старался исполнять в точности. Речь идет не просто о нищих, речь идет о церкви в Иерусалиме и в других местах иудеев. Я не знаю, обращали ли вы внимание на то, что когда мы читаем Деяния апостола в истории апостола Павла, когда мы читаем второе послание Коринфянам, когда мы читаем другие послания, вы не обращали внимания, как часто, как много Павел говорит о сборе средств для бедствующих в иудее? Вот он был человек, посланный проповедовать среди язычников, но вот это обещание, которое он дал тогда в Иерусалиме, когда они были на этой встрече. Он его сохранил до конца жизни. Он сохранил до конца жизни, потому что он знал, что Господь начал там служение. Он знал, что это Богом определенный план. Этого не было записано где-то в каком-то из посланий или в Божьем каком-то специальном откровении. Это то, что он ясно понимал свою обязанность по отношению к этим апостолам, которых он называл. Знаменитый. Мы сейчас будем молиться. Я думаю, что эта история, которую мы сегодня увидели на страницах послания Галаты, она может побудить нас к искренней благодарности Господу. Я бы хотел сегодня предложить вам сосредоточиться в нашей молитве на благодарности. Самое первое – поблагодарить Христа за нашу общность в оправдании. Поблагодарите Иисуса Христа о том, что Он дал нам один дух, что верою соединился с одним источником оправдания. Поблагодарите за то, что мы по благодати получили эту свободу. Второе – поблагодарите за Духа Святого, который погрузил нас в церковь и соединил нас со всем телом Христом. И третье – поблагодарите Бога за Его удивительное проведение, создавшее это единство в таком ярком многообразии. Преклоним колени и помолимся. Господи, Боже наш, мы благодарим Тебя за милость Твою. Благодарим за то, что сегодня мы можем прийти к Тебе и поклониться Тебе, и представ пред троном Твоим, представ пред Твоим присутствием, пред реальностью того, кто Ты есть. Мы сегодня осознаем, что Ты в своем великом могуществе, в своей огромной любви, Ты в своей удивительной премудрости, непостижимой нами. Ты прикоснулся сегодня к нам через Слово Твое для того, чтобы показать нам на силу и важность того, что Ты делаешь через Евангелие. Мы благодарим Тебя, Господи, за Дух Твой Святой, который нас возродил, который нас соединил друг с другом, соединил с Тобой, соединил с телом Христовым. Мы благодарим Тебя, Господи, за оправдание, которое мы получили благодаря вере. Это связано не с нами, а с Тобой. Это связано с Твоей праведностью, которую Ты подарил каждому из нас. Это одна и та же праведность, не наша праведность. Мы благодарим Тебя, Господи, за благодать. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что благодатью Своей Ты позволил нам сегодня соединиться с Тобой, и это только потому, что Ты нас любишь, а не потому, что мы имеем какие-то заслуги. Благодарим Тебя, Господи! Господи, когда мы смотрим на то, как Ты объединяешь нас в Теле Твоем, таких разных, у каждого свой процесс, и каждый в своей точке познания Тебя, в своей точке духовной жизни, в своей точке духовной зрелости. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты объединяешь нас и принимаешь нас, для того, чтобы Ты мог через нас достигать Своих целей, Своих целей в этом мире, которые нуждаются в Тебе, которые нуждаются в Твоем свете, которые нуждаются в том, чтобы истина Твоего Евангелия сегодня еще могла звучать и достигать сердец людей, которые предназначены для спасения. Просим Тебя обо всем этом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok